В принципе, это была первая игра в сезоне, да, и мы играли против хорошего соперника, создавали моменты, да, но не могли их реализовать. Ваша пара большинства, хочу спросить, про Хафизулин на сильней линии. Это такое ваше решение или просто сейчас у вас нет другого выбора и там играет Хафизулин? Либо вы планируете, что он там в течение сезона будет играть? Ну, мы планируем, да, что он будет играть в течение сезона. А почему такой выбор, можете объяснить? Потому что, ну, кажется, что, вот так если смотреть прошлые его года, большое количество набранных очков, 18-19, если мне не помню, не изменяет сезон, давно там, мне кажется, не играл, почему выбор сделали? Ну, он два года назад, когда здесь был, он играл на сильней линии. В принципе, у него неплохо получалось, у него есть хороший потенциал. Присажите, пожалуйста, почему за Игоря Сучкова в четвертое звено, а не, например, Санникова у Егора? Там задание какое-то особенное? Почему? Егор просто, играя, играя с Тимкиным и Ефремовым, да, мы развязали ему руки. И, в принципе, как бы, и что Ефремов, что Тимкин, да, они хорошо его сегодня страховали. В принципе, они и забили, хороший гол, все трое поучаствовали. Объясните, пожалуйста, что случилось во втором периоде, Динамо забрало инициативу, стало лишать салат пространства. Ну, игра плотная была, первая игра, да, первая игра в сезоне, и, в принципе, как бы, и у нас моменты были во втором. Да, мы знали, что Динамо хорошо прессингует, играет активно, но были моменты, когда мы выходили из подавления, были моменты, когда они нас закрывали. Но, опять же, это первая игра. Как вы смотрите на драки на председанке? Помогают ли они сплотить коллективы? Ну, знаете, они помогают, да, но это, опять же, показывает характер наших ребят, да, показывает, что они не любят проигрывать, и поэтому эмоции их перехлёстывали. Завтра Ижов сыграет? Да, завтра Илья.